В Самарской области обнаружили останки древнего эхтиозавра. Его размер около трех метров, а возраст от 100 до 200 миллионов лет. Открытие могло и не случиться. Скелет нашел совершенно случайно житель Большечерниговского района Амир Зарифов во время сельскохозяйственных работ. Приезжая по этому полю, он остановился и заметил какие-то необычные позвонки. То есть, люди в деревне, в общем-то, знают, как выглядит позвоночник животного, но это было что-то не похожее совершенно на позвоночник современного существа. Человек заинтересовался, сфотографировал, разослал всем знакомым. Думали, что откопаем вот этот маленький хвостик 30-сантиметровый. Начали дальше исследовать и оказалось, что это довольно большое существо, доисторический монстр. О находке жители сообщили археологам и палеонтологам. В раскопках приняли участие сотрудники Самарского музея имени Алабина. Скелет эхтиозавра удалось расчистить от позвонков хвоста до кончика носа. Большая часть скелета сохранилась, но ведь что значит сохранилась? Рёберки, которые, тонкие ребра, которые не заместились в твёрдую породу, они, естественно, расслабятся, рассыпаются и при снятии их они будут деформированы и цельность их будет утрачена. Поэтому, естественно, мы сначала сделали тщательную фотофиксацию всего процесса расчистки, и, собственно, сам расчищенный уже комплекс. Учёным удалось выяснить, чем питалась древняя пресмыкающаяся, так как в районе живота обнаружены фрагменты рыбьей чешуи и раковин моллюсков. На характер питания указывают и зубы. Они не заострённые, а сглаженные. Значит, рацион ограничивался рыбой и обитателями морского дна. Дальнейшую судьбу находки определяют специалисты Московского палеонтологического института. После изучения скелет может занять своё место в музее Алабина. Наука могла бы лишиться очень важной информации, если бы не было какого-то из звеньев этой находки. С одной стороны, неравнодушные граждане, которые, увидев какие-то непонятные кости, не стали забирать себе, не выкинули их просто, а обратились в музей. И, с другой стороны, к музею на помощь пришли профессионалы Самарского палеонтологического общества. В тандеме сработали на то, что теперь в Самарской области есть целый ихтиозавр. Это уже второй ихтиозавр, найденный в Самарском регионе первого, обнаружили в конце 90-х годов в Сызранском районе. Он так и называется ихтиозавр кашперский. Это важная находка для палеонтологии, считают эксперты. В мире известно всего несколько десятков хорошо сохранившихся скелетов ихтиозавров. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, События.